Так, Саня, друзья, сильно обижается, вы ему пишите за зелёные штаны. А ну, Саня, свой отзыв оставь людям. Я не хочу ничего оставлять. Скажи за зелёные штаны им. Скажи. Да, не надо ничего сказать, что я должен себя оправдывать в перед стрим. Мне они нравятся, они мне не подходят. Всё, вопросы есть? Зелёные штаны, у него фишка такая, правильно, Саня? Фишка именно. Фишка. Друзья, как мы проверяем свиноматор, поросный или не поросный? Тех, мы проверили, или нет, врач проверил, а эту, я обещал вам показать, как мы делаем УЗИ. Вот, видно хорошо поросят, это второй месяц после осеменения хряком. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот. Вон, и хорошо видно. Вот. Вот то чёрные, а то поросята. Вот, вот это поросята чёрные. Это второй месяц. Вот так мы проверяем, вернее, благодаря нашему ветврачу, мы проверяем, да, поросность наших свиноматор. Всех проверили, кого покрывал ветврач, все покрытые. Кроме киевской генетики. Она, ну, вроде бы, сейчас начинает гулять, может покроем искусство. Сюда. Давай сюда, да. Сука. А ты меня не встроил. Сюда мы эту камеру. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Вот так сюда. И мы положим, чтобы на нём свидетели. Вот так. Начали копать фундамент Под перегородку Каким образом Обрезали центральный продол Он у нас Сантиметров 10 Толщина заливки Центрального продола И вот таким образом Прокапываем полностью фундамент Под перегородку Ну не сильно большой будем копать На штык, да, Сань? Хватит на штычок С Санькой мы тут конечно По-моему дохались немножко На потолку Потому что тяжело, особенно вот эта Центральная часть, ее там подпилы Все вырезы То есть сильно Много проблем было Поэтому не так все быстро получилось Как мы планировали Ну все сделали с Саней Все нормально То есть по потолку мы полностью Все сделали Вот таким образом все получилось Где-то какая-то щель там получилась Мы ее пеной задули И потом еще будем Покрывать потолок Чтобы весь аммиак и сырость Не впитывало USB Но то уже совсем другая история Друзья, наши планы По поводу сарая Что дальше планируем делать То есть спрашивают Как будет то Как будет то Как будет это Кстати мы закончили И тот фронтон Тоже сделали USB И вату 10 сантиметров Десятку туда утеплили Вот тот фронтон Весь Десяткой Тоже его сделали То есть у нас сейчас По плану идет Фундамент мы зальем Постоит там день-два Потом мы заливаем Ой, говорю, заливаем Выкладываем Перегородку Он у нас Газоблок есть Десятка На перегородку пойдет Там будет котельня Там будет Комната-бытовка Где там переодеться Сесть попить Там чай Я там знаю Руки помыть Там и канализация Поставим умывальник Кран будет с водой То есть там все Супер-пупер выходит Потом дальше После перегородки Я просто Последовательность Работ вам объясню После перегородки Получается Мы решили Ну, то есть Я решил полюбасику Метр сделать Понизу плиткой Плитку я Не Поклею На профлист То есть мы Обложим Десятку Газоблок Понизу В районе метра Прогоним По периметру И положим Плиткой Найду плитку Недорого По опту Там или не Кондиции Что-то подешевле И обложим плиткой Так же Как у меня В том сарае То есть решили По-любому Плиткой Сделать А потом Когда обложим Все это По периметру Плиткой В районе метра Сделаем Ну будем Начнем делать Перегородки Перегородки У меня в голове Уже есть Как будет Как будем Варить Каким образом Поэтому Будем показывать Тоже перегородки Ну а потом уже Воду проведем Заведем сюда Сделаем разводку Воды Освещение Это все Мы сами сделаем Это элементарно Единственное Нам надо По отоплению Я возьму Своего знакомого Сварщика Который мне Мангал варил Кораблик И он мне Поварит Регистры И когда Будут Регистры Уже висеть На плитке Тогда я Перегородки Начну варить Перегородки Вот такая Последовательность Работы Вроде бы Пока все Рассказал А так Все показываем Тут Получается У нас Вот Траншея Это Перегородка Здесь Два Желоба Вон Труба Выходит Саня Покажи Где она С этой стороны Выходит Труба На слив Вон Где ногой Он тянул Мы ее закрыли Трапкой Это раз Труба Желоба И вторая Труба Тоже Желоба Сюда Но мы Здесь поставим Тройник Вот здесь Тройник Пойдет Канализация Сюда В комнату Вон Тройник Труба Лежит И Пластиковая Дверь Это В комнату Тоже Пойдет Сюда В комнату За Перегородку И здесь Поставим Умывальник Ну Обычный Тюльпан И воду Проведем Холодная Правда Будет Так Зимой Руки Помыть Или что Это Будет В этой Комнате А В этой Отопление Котел Ну Может Дрова Будем Там Складывать То есть Что-то Такое И еще Друзья Поступил Мне заказ На Полутуши То есть Подписчик Заказал Одного Кабасика Пьетрен Чтобы Я Ему Все Сделал Ну Чтобы Андрюха Ему Все Сделал Так Как Обычно Но Не Обрезать Ни Мясо Ни Сало А Просто По Хребту Поделить Тушу Пополам То есть Сделать Две Полтуши Я так Понимаю Они На Двоих Решили Брать Поэтому Придется Придется Раньше Чуть Чем Я Хотел Начнем Уже Забивать Пьетрен Пускать На Мясо Пьетрен Поэтому Первого Какого Я там Возьму Взвесим Узнаем Какой вес И остановим Подсчет Кормов На том Этапе Какой Сейчас Есть Взвесим Его И полутушами Взвесим И целиком На Весах И узнаем Какой он Целиком И потом Сколько Выход По мясу Вот так То есть Если он К примеру Будет 150 Килограмм Целиком А полутушами Там 120 Килограмм Или 125 Ну то есть И так И так Взвесим Узнаем Это будет Ну может Вот Буквально Там В течение Недели Потому что Мы там Я уже записался Андрюхе Встал в очередь Сделаем Подписчикам Полутуши Вот так Мне еще Заказывают Полутушами По сараю Все думаю Рассказал Колонку Еще Не приезжали Бить У нас Еще Ночами Морозы Поэтому Приеду Чуть позже Вытяжки Мы закрыли Сверху Пленками Закрыто Пока Не тянут Окна Пока Эти Не делаем Так как Будем Их Все Вытягивать Когда Будем Заливать С миксера Железобетонного Комбината Бетон Будем Брать Ну И так Дальше Будет Очень Хорошо Сарай Будет Просто Сказка Просто Не так Все быстро По затратам Мы ничего Не тратили Все как Есть Так И есть На том Этапе Пока Все так И держится Кстати Осталось У нас Почти 8 листов УСБ С того Что я Покупал Ну Пойдет Там Куда То И осталось Трей Ругона Ваты Тоже Куда То Пойдет Здесь Два И там Лежат Куски Он Там Я Вынес В бойне То Есть Вот Так Поэтому По сараю Я думаю Все рассказал Да Больше Рассказывать Особо Нечего И Показывать Мы Здесь Сделали То Что Подшили ОСБ Это Понятно Все Также Мы Здесь Сделали Полностью Опоры Опоры У нас Забетонированные Это Несущие Опоры На Перегородки Вот Короткие И На них Мы Продлили Прямо Под стропильную Пару Опора Идет И там Захват Сваренный Такой На Которую Ложатся Эти Стропильные Пары То Своебразные Фермы Из Бруса 150 На 50 Сделали Ну Какие Были Здесь Меньше Поставили Но Толстая Стена Здесь По Толще Но Стена Тоньше То есть Какие Были Те Поставили С головой Хватает И тут А плюс Еще Перегородка Будет Держать Тоже Как Доп Функция Вот так Санька За зеленые Штаны Вам Объяснил Не пишите Ему За зеленые Штаны Потому что Начал Читать И начал Возбухать Прокопали Прокопали И теперь Будем Заливать Санькой Я думаю Нормально Будет Такой Чисто Символический Фундамент Для Перегородки Не Жасе Символически Это Хороший Фундамент Не Ну Для Перегородки Пойдет Более Для Перегородки Пойдет Там Спрашивали Хватает Ли тут Света В сарай Ну Вот Грубо говоря Солнце Заходит У нас Вечер Уже Хватает Света Хватает С головой Буду Менять Делать ТО Купил Масло Тойота 5w30 Купил Три Паразитных Ролика На Ремень Буду Менять Это Две Шайбы Амортизаторы Тут Резинки Поразбивала И Сам Амортизатор Уже Заклиненный Здесь Вообще Сильно Бьет Сейчас Покажу Примерно Как Вот Видите Резинка Резинку Разбил Амортизатор Заклинил А машина То Прыгает И Короче Заказал Два Амортизатора Вот Такие Вот Упаковка Тойота Даются Да Новые Амортизаторы Будут У меня Будем Пробовать Откручивать Старый Говорят Что Проблема Смотрел В интернете Говорят Проблема Вот Эту Гайпер Открутить Ну Если Что То Отпиляю Ну Попробую Цыганским Штилем Открутить Так А Тут Просто Открутить Ну А туда Загнать Вот Получается Да Он Нифига Уже Все Замкнутый Походу И Разбила Оттуда Все Полностью Сейчас Будем Все Менять Тут Тут Все Нормально Ну Я Короче Решил Пару Взять А не по Тысячу Каяба Тысячу Семьсот По-моему Пятьдесят Гривен Один И Поменяем Сразу Колодки Еще В пределах Нормы А так И будем Делать Замен Двух Сторон Вот Поменял Все Тут Резинки Поменял Та Резинка Тут Чашка Резинка Потом Еще Чашечка Которая Распирает Тут Внутри Резинку В раме Короче Четко Получилось Все И Внизу Тоже Все Чики-пики Получилось Все Амортизатор Стоит На вторую Сторону Все Подкручивалось Легко Я бы не сказал Проблемы Я даже Не брал Те ключи Своими Солдепи А тут Конечно Поразбивало Резинки Вообще Вот так Вот Ну Поразбивало Вот чашка Новая Которая Идет В резинку А это Что От нее Осталось Старое Это Цокол Ого То есть Вот так Все Ставлю Колесо И буду Вторую Сторон Менять